Передаю слово моему коллеге Коржану Смоголову в проекте интервью. Он с приглашенным экспертом, членом клуба молодых экспертов при Сенате, Ожетом Щегербаевым, обсудит главные тезисы прозвучавшего сегодня послания президента Касымжимар Татокаева. Большое спасибо. Действительно прозвучало много тезисов, много поручений. Надеюсь, в этом мне поможет разобраться мой гость, уже представленный Ожет Щегербаев. Здравствуйте. Здравствуйте. На ваш взгляд, что было наиболее важным, что, так сказать, в первую очередь привлекло ваше внимание? Точно обозначены сроки реализации поручений. В самом начале своего послания глава государства отметил, что мы не будем ставить какие-то размытые сроки, не будем на 10 лет, на 15 лет, 3 года. В течение 3 лет нужно определенную часть уже решить. А там, где уже были точечные поручения, ставили сроки либо до 2029 года, либо до 2027 года. Кстати, вы заметили, что в целом прозвучавшее послание, оно, мне кажется, состояло из вот таких довольно конкретных точечных поручений, которые просто вот по пунктам можно записывать, и получается некий цельный план действий. В большей степени в экономическом направлении, да, мне кажется, примерно 90% поручений она имела именно экономический характер. О чем, на ваш взгляд, это может говорить? Ранее предыдущие обращения главы государства, они примерно половину-наполовину, мне кажется, состояли. Наполовину из, скажем так, поручений политической трансформации, вторая половина экономика. Теперь большая часть экономики. Ну, мне кажется, это связано с тем, что политическая перезагрузка страны, как опять-таки отметил главы государства, она состоялась. Теперь, как до этого тоже говорилось, мы сначала перезагрузим политическую систему страны, установим систему президента, парламента, правительства, а затем уже приступим к полной экономической перезагрузке страны. Мне кажется, это связано именно с этим, и теперь уже те проблемы, которые у всех на глазах, их надо решать. Поэтому, как вы сказали, все поручения, все теисы, они крайне точечные. То есть, опять-таки, нет каких-то размытых формулировок. Если мы говорим про обрабатывающую промышленность, то это тяжелое машиностроение, это нефтепродукты, это компоненты. Формирование промышленного каркаса. Если мы говорим про экспорт, это наращивание экспорта, формирование полноценного экспортно-кредитного агентства на базе Казахэкспорта. Если мы говорим о водных ресурсах, то тут уже конкретные цифры. Вы знаете, я даже связался с известным экспертом в области водных ресурсов, госпожой Тлев-Лесовой. Анна Ромагазина, очень уважаемая мной, с большим опытом работы еще с советских времен, специалист по водным ресурсам. И у нее была реакция, ура, наконец-то будет возрождено Министерство по воде. Но прежде чем подробно вникать в экономические вопросы, два момента, которые все-таки, мне кажется, имеют больше политическое значение. Или значение для политической трансформации дальнейшей нашей страны. Я имею в виду выборность Акимов районов и городов областного уровня, о чем президент примерно ближе к концу сказал. И момент по референдуму по строительству атомной электростанции. На ваш взгляд, каково значение этих двух вещей? Лично я считаю, что это очень важно, исходя из того, что, первое, процесс децентрализации, так сказать, ускоряется и набирает обороты. Второе, по АЭС реально, так сказать, получается, что народ сможет высказать свое мнение. Ну, тут важное слово, слово доверие. То есть и доверие народа, во-первых, к власти. Это основное. Когда мы говорим, что мы передаем выборность Акимов того или иного уровня в руки народа, значит, что мы верим, мы доверяем, что народ сможет выбрать действительного, компетентного человека, который подастся. То же самое можно сказать и про атомную электростанцию. Ну, про атомную электростанцию очень много, конечно, слухов, много инсинуаций. В том числе и в тех же самых соцсетях, в тех же самых новостях. Очень много разговоров. Ну, и, соответственно, мы не можем делать что-то, если народ выступает прямо против. Опять-таки, с учетом истории нашей страны, с учетом того, что недавно мы отметили годовщину закрытия Семипалатинского полигона. Ну, да, внутренняя память на... Да, потому что, с одной стороны, по АЭС, конечно же, тут понятно, что электроэнергия нам нужна и в больших количествах. С другой стороны, конечно, можно понять и вопросы, которые возникают у населения, у людей, что будет ли оно работать так, как оно должно работать, хватит ли у нас технических. Кстати, что касается, вот, собственно, выборности Акимов. Оборотная сторона, скажем так, этого вопроса, это, на мой взгляд, ответственность этих людей. И не только их. И вот сегодня, кстати, глава государства об этом говорил о персональной ответственности и министров, и Акимов, и так далее. Но ведь, по сути, подобное декларировалось и раньше. На ваш взгляд, в чем будет отличие? Или может быть? Или должно быть? Ну, оно и декларировалось, оно и делалось. Если вы вспомним, недавно совсем канцелярия премьер-министр была... Штат был сокращен, канцелярия была переформатирована в аппарат правительства. И там сокращение было то ли 15, то ли порядка 25% штата. Это делалось, во-первых, для дебюрократизации и для повышения качества управленческих решений, чтобы не создавались лишние волокиты. Здесь опять то же самое. То есть мы повышаем ответственность людей, которые принимают решения на местах. Будь то поселок, либо какая-то определенная отрасль. Согласен, да. Получается, необходимо будет проработать некую еще дополнительную нормативную базу, я имею в виду, для того, чтобы сделать эту персональную ответственность более четкой, что ли? Или достаточно тех инструментов, которые есть? Тут это уже вопрос техники. Возможно, что-то, конечно, будет внесено в тот же регламент работы правительства. Это вот отдельный документ у нас есть. Тогда, скорее всего, будут внесены какие-то поправки, какие-то изменения. Люди, которые там работают, они уже примерно технически понимают, в какую конкретно статью нужно внести изменения. Хорошо. Надеюсь. Давайте немножко, так сказать, затронем разные направления, которые прозвучали в речи главы государства полуторачасовой. Времени, конечно, у нас с вами гораздо меньше, но, тем не менее, что-то успеем, я надеюсь. Итак, начинали мы с, собственно, как раз такие вот задачи по диверсификации экономики, по развитию переработки, глубокой переработки в области машиностроения, металлургии, нефтехимии и так далее и тому подобное. Я понимаю, что слезть с нефтяной иглы задача для любого государства достаточно сложная. На ваш взгляд, что здесь необходимо учитывать в первую очередь, особенно если принять во внимание, что некие попытки по диверсификации, они происходили раньше? Да, они происходили и местами даже весьма успешно. По тому, получится ли у нас слезть с нефтяной иглы, это будет очень-очень проблематично. Здесь вопрос даже не в том, слезем ли мы с нефтяной иглы. То есть нефть, она занимает определенную часть нашего экспорта. А эта доля, она снижаться особо сильно не будет. Она там будет чуть-чуть уменьшаться, но все равно очень много денег в бюджет будет поступать с продажи нефти. Вопрос в том, как нам прийти от роста к развитию промышленности у нас здесь. Если брать простой пример, недавно создали союз автопромышленников Казахстана, который объединил импортеров, производителей, дилеров. По их данным, они говорят, что примерно к 2026 году мы сможем по отдельным автокомпонентам достичь локализации 100%. Для этого мы там завели корейских, пару корейских компаний, супер мультибрендовый завод в Алматинской области строим. И вокруг этого завода мы теперь будем создавать вот эти небольшие кластеры, которые будут производить необходимые автокомпоненты, чтобы мы в итоге с этого всего собрали полностью готовый автомобиль. Что нам для этого нужно? Ну, скажем, взять сталь, подвезти сталь под те стандарты, которые нужны им, и с этой стали сделать, не продать ее за рубеж в тот же Китай, а сделать каркас для автомобиля. Привезти на этот завод и собрать. Да, но автомобиль, особенно современный автомобиль, как вещь высокотехнологичная и сложная, требует еще и наличия таких сложных компонентов, как электроника, микрочипы и так далее. Да. Значит, надо будет развивать еще и... По электронике, вот как раз одна из тех корейских компаний, которые туда завели, она занимается электроникой. То есть это вот такое вот что-то большое, что дает мультипликативный эффект очень другим маленьким вещам. Согласитесь, что те компании, которые занимаются поставкой на экспорт, ну, хорошо, предположим, не банальной руды, но хотя бы, так сказать, переплавкой низкого передела, будут не очень довольны тем, что их начнут уговаривать поставлять внутренним казахстанским производителям сырье по приемлемой цене. Здесь, опять-таки, теперь опять вопрос техники, вопрос тех стимулов, которые правительство им предоставит. То есть, конечно, компании гораздо выгоднее продать за рубеж, потому что ты получишь выручку валютную, валютная выручка навсегда выше, чем внутренняя цена. И тут вопрос тех налоговых стимулов и преференций, которые предоставят внутри страны. И по поводу вот отдельных электротехник, ну, электротехника она из чего состоит? Из каких-то, опять-таки, металлов, опять-таки, каких-то руд, кремниесоединений. И вот здесь важно другое уже поручение главы государства по поводу развития геологической базы, увеличение нашей геологической карты. То есть, мы должны понять, что у нас в земле лежит, чтобы понять, где что мы можем добывать. Хотя мы привыкли говорить, что у нас вся таблица Менделеева под ногами, но ее еще надо найти. Но надо еще инвесторов привлечь, чтобы эти инвесторы пришли. Либо отечественные инвесторы, либо иностранные. Они пришли и начали разрабатывать. Кстати, об инвесторах. Президент в речи подчеркнул, что едва ли не рекорд у нас был установлен по привлечению прямых иностранных инвестиций. На ваш взгляд, что необходимо сделать и что в первую очередь учесть для того, чтобы, ну, как минимум, сохранить подобный темп, не уронить его. С учетом того, что, я так понимаю, что впереди у всего мира достаточно такие глобальные геополитические потрясения. Ну, а как в плюсе, чтобы оказаться, по-хорошему, так сказать, еще и может быть нарастить. Ну, тут надо понять, что прошлый год у нас вообще был рекордный и по привлечению инвестиций, и по экспорту не сырьевых товаров, а также экспорту услуг. То есть он был рекордный. В этом году с этим конкурировать будет сложнее, потому что высокая база прошлого года, чуть-чуть темп, возможно, какие-то показатели мы достигнем, которые там где-то установлены в документах. Но в сравнении с прошлым годом все будет казаться чуть-чуть, ну, немножечко блеклым. Но касательно привлечения инвесторов, вот опять-таки геологоразведка предоставит те стимулы, о которых говорит глава государства. Освобождение от налогов, освобождение от налогов, полная неприкосновенность. Ну, если ты там, конечно, ничего не делаешь противоречащего законодательству, не трогать инвестор, пускай он приходит, пускай он делает, пускай он разрабатывает. Ну, и плюс стабильность и предсказуемость. Стабильность, предсказуемость, развитие, конечно, наших собственных трудовых ресурсов. О трудовых ресурсах. Ну, скажем так, это было известно и раньше, но прозвучала такая вот не очень приятная информация о том, что некоторые отрасли экономики испытывают дефицит специалистов, рабочих рук и так далее. И предложенное решение, оно вполне логично. То есть, необходима более тесная связь между учебными заведениями и работодателями. Тем не менее, вот это просто мое наблюдение, могу ошибаться, но у меня иногда такое ощущение, что все-таки казахстанские колледжи и вузы иногда существуют в неком, так сказать, вакууме своего рода. Как это преодолеть, как думаете? Или я ошибаюсь? Ну, человек всегда идет туда, где есть прибыль. Если вот у нас люди увидят, что все дипломатами стать, к сожалению, не смогут, не смогут все стать экономистами и юристами, которые работают на предприятиях, потому что этих предприятий-то нету, то они, наверное, задумают о том, что надо все-таки эти предприятия как-то самим создавать. Здесь опять-таки вопрос тех стимулов, которые предоставит правительство. Если правительство говорит, что инженер – это хорошая профессия, ты там можешь много-много заработать. Вот у нас есть завод, например, Агромашхолдинг, САП, где-то Карагандинская область, Сарань, Алматинская область, там есть заводы, ты там сможешь себя прокормить, прокормить свою семью. И плюс мы тебе там, ну или те компании, заводы, которые там находятся, предоставят тебе практику, чтобы когда ты уже там закончил вуз или колледж, ты был уже специалистом. Ну, человек тогда, конечно же, задумается. Да, но согласитесь, что с другой стороны иногда молодые люди решают не только исходя из, так сказать, логических вычислений и так далее, но и просто, может быть, там голосуют сердцем и так далее. И в этом смысле престиж технических профессий, так сказать, немножко не уравнили мы его в последнее время. Ну, вот посмотрите все фильмы, там, сериалы, я не знаю, и так далее, где главные герои, они у нас там банкиры, Акимы, да. В лучшем случае айтишники. А вот про, там, я не знаю, инженера с завода давно ничего не видел. Ну, айтишники тоже неплохо. Смотрите, например, человек, молодой человек увидел, что, о, я могу много-много, вот, простой пример. Моего друга, который был международником, понял в какой-то момент, что айтишниками я заработаю гораздо больше, пошел перепрофилировался и стал хорошим айтишником. Сейчас работает коучем. И здесь важный момент уже из конца послания главы государства, где он говорил про Ада Адам. Как вы говорите, молодежь решает нелогически, но это неправильно. Молодежь должна решать логически, кем ей быть. В первую очередь, молодежь должна думать о том, кем она будет. Ну, здесь не поспоришь. Осталась у нас буквально одна минута. А, напоследок, как вы думаете, что стоит сейчас правительству брать в разработку, в первую очередь, из того количества большого, как я уже сказал, всех поручений, которые сегодня за полтора часа прозвучали? Ну, очень много прозвучало. Брать надо все везде и сразу. В первую очередь, как мы уже сказали в самом начале, решать технические вопросы, носить соответствующие нормативные изменения в регламент работы правительства, формировать новые министерства. Потому что реорганизация, вот создание министерства водных ресурсов, создание министерства транспорта, это очень долгая процедура. Может занять до полугода. А пока полугода там что-то формируется, что-то делается, у первого руководителя нет права подсудить. Ну, такие технические вещи. Понимаю. Хотелось бы, конечно, спросить напоследок, есть ли у вас предположения по кандидатурам этих министров. Но это уже будет гадание на кофейной гуще, по сути. Поэтому, так сказать, не буду в данном случае вдаваться. Спасибо огромное. Напоминаю, что в студии со мной был член Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента Республики Казахстан Ожиэт Щегербаев. Огромное вам спасибо. Сгербаев. Итак, это был проект интервью на телеканале Хабар 24. Эфир продолжат мои коллеги. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok